Дмитрий Афаилович, мы вас застали во время вашей рабочей поездки по Невиномыску. Будем говорить о развитии промышленной столицы Ставрополя сегодня. Но для начала другой немножечко вопрос. Недавно в правительстве края произошла некоторая реорганизация, которая чуть-чуть коснулась и вашего министерства. Коротко, если можно, какие изменения и в чем они? Да, изменения произошли. На сегодняшний день министерство называется Министерство энергетики, промышленности и связи. Была отделена от нас та часть, которая занималась транспортом. Там существовали довольно-таки интересные системные проблемы, которые надо решать отдельным порядком. Для этого губернатор, в общем-то, и предложил создать отдельное министерство, будет заниматься транспортом. Это, как вы знаете, авиация, железнодорожный и легковой автотранспорт, который включает в себя автомобильные перевозки, перевозки пассажиров межсубъектовые, и легковое такси. Поэтому это направление было выделено. Для того, чтобы не увеличивать количество чиновников, было принято решение о слиянии министерства нашей промышленности с комитетом по информационным технологиям и связи. Если вы знаете, то раньше Министерство промышленности, энергетики, транспортной связи уже существовало, нам эта тема знакома, и мы готовы, в общем-то, дальше в такой структуре как бы работать. Та часть, которая касается связи, это будет часть не только связи, это будет часть касаться информационных технологий, то есть все, что касается электронного правительства. Мы полагаем, что эта работа будет продолжена и ускорена, так как к концу года нам необходимо выдавать конкретные результаты уже по электронному правительству. Основные задачи, которые появились у вас в связи с изменениями? Основные задачи, которые появились в связи с изменениями, ну, первая задача, наверное, которую ставит перед нами губернатор и председатель правительства края, это задача повышения производительности труда. Это задача, которая касается всех отраслей, независимо от их названия. И вторая задача, это уже касаемо непосредственно нового направления связи. То есть это электронное правительство, оно включает в себя межведомственные взаимодействия, потом предоставление государственных услуг в электронном виде и развитие единой электронной карты для населения. Раньше она называлась единая социальная карта. Это вот как бы те направления, которые на сегодняшний день, согласно положению, которое утверждается, будут работать в министерстве. Спасибо. Давайте, наверное, перейдем к главной теме, к Невиномыску. Невиномыск называют традиционно городом химиков. Но, как мы видим, это не только город химиков, множество других предприятий. На одном здесь мы сейчас находимся. Где мы находимся, что здесь производят? Ну, Невиномыск на самом деле называется город спецовки. Это город, это рабочий город, который создавался. И, что примечательно, в этом году мы отмечаем юбилей нескольких предприятий. Вот, допустим, ЗИП-энергомеры мы отмечали 40-летие, буквально там две недели назад. Завод, наш Невиномыский азот, 50-летие у нас будет в августе. То есть, сама индустриализация, первая волна индустриализации, в общем-то, она начиналась из города Невиномыска. Мы знаем, что, допустим, АГК-5, предприятие, которое генерирует электрическую энергию, также, ну, оно значимое 50 лет. То есть, это старый промышленный город. Ну, старый не в смысле, что он вообще старый. Город самый молодой, город новый. Город уже с традициями, да, с промышленностью. Но то, что касается химии, ну, я бы не сказал, что в этом городе, ну, только химия. Экономика в городе, в промышленности дерифицирована. Здесь есть и химия, есть машиностроение, есть легкая промышленность. Конечно, большую долю занимает химическое производство. Если мы берем за 100% химического производства в крае, то в Невиномысске расположено порядка 60%, из которых 42% это Невиномысский азот. И порядка чуть более 8% это направление аэрозольного, аэрозольного направления, парфюмерно-аэрозольного, даже так можно назвать. Это наш Орнест завод. То, что касается генерации энергетики, то большую часть объема продукции, ну, в миллиардах рублей, конечно, дает энергетика. Так как здесь находится электростанция, мощность которой позволяет выдавать значительную часть электроэнергии. Не только для края, но мы ее продаем на оптовый рынок. Следующее направление – это машиностроение. Ну, здесь у нас примечательны такие предприятия, допустим, как ЗИП-энергомера. Ну, это предприятие, которое входит в структуру энергомера и занимается выпуском различной продукции, в том числе электронных счетчиков электрического тока, как однофазных, так и трехфазных. Предприятие примечательны тем, что, наверное, одно из первых и немногих в нашем крае, кто взял на вооружение систему бережливого производства. Вот мы сейчас говорим о модной системе Кайдзен, которая пошла по России, передавая, конечно, область, это Татарстан в этом плане. Но я хочу сказать, что бережливое производство в крае зарождалось, в общем-то, в концерне энергомера. И они первые применили те методы, которые упрощают доставку конечного продукта от производителя до потребителя. То есть, играет все лишнее. Все процессы на предприятии минимизированы для того, чтобы не создавать лишних движений. То есть, людям подвозят определенные там запчасти, комплектующие материалы, чтобы они максимально могли использовать свое свое время. Вот мы недавно смотрели графики, здесь есть на стендах везде, которые говорят о производительности труда и о тех странах, наверное, о тех высотах, к которым стремится предприятие. Да, предприятие видит конкуренты, видит свои цели в повышении производительности труда, но на сегодняшний день на предприятии оно очень высоко. Я вот приведу примеры. Когда-то на предприятии выпускалось порядка 30-50 тысяч счетчиков в смену. На сегодняшний день предприятие выпускает около 300 штук, тысяч счетчиков в месяц. То есть, не в смену, а в месяц. Мы лидеры в этой области, не только на Ставрополе, на юге и в России, так как каждый третий счетчик, который мы выпускаем, он, в общем-то, наш, нелиномысский. Очень интересный сегмент малого бизнеса. Я уже назвал это легкая промышленность. Есть ряд предприятий, которые занимаются не только пошивом продукции, но и которые перерабатывают отходы швейного производства и изготавливают там утеплители. Мы раньше говорили о таких предприятиях, как нефтяк, допустим, ну и ряд других предприятий. То есть город с диверсифицированной экономикой, то есть не только химии, но и другие производства. Вот вы только что упомянули легкую промышленность и говорите, что это сегмент малого бизнеса. А что сейчас со знаменитой швейной фабрикой Нелиномысской? Все или планируется какое-то ее возрождение или развитие? Вы имеете в виду Нарко-Чуберевскую швейную фабрику? Ввиду. Ну, еще не при мне. Фабрика вошла в процедуру банкротства и сейчас она еще находится в процедуре банкротства. Ну, насколько я знаю, появились довольно-таки активные энергичные менеджеры, которые, в общем-то, после процедуры банкротства это предприятие поднимут. Я полагаю, что там будет все нормально. То есть есть преемники, есть те, кто хотят развивать производство, создавать дополнительные рабочие места и работать. Ну, такие люди на сегодняшний день имеются. Фабрика не умерла окончательно, то есть там про прелестность будет. Вернемся, сам Невиномыска, химическая промышленность. На Азоте планировалось строительство, установки по производству меламина. Как сейчас обстоят дела? Запущено? Хороший вопрос. И вопрос, знаете, такой, наверное, я чуть-чуть его расширил. Да, существовал проект по строительству, ну, мы называем его цеха по производству меламина. Производительностью 50 тысяч штон. Проект примечательен тем, ну, мы все знаем, да, что он единственный будет производитель вообще в СНГ обеспечивать потребности предприятий не только России, но и стран ближних зарубежей. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы этот проект осуществить предприятие Невиномысский Азот, пришлось модернизировать многие цепочки, в том числе, начиная от производства аммиака, карбамида и так далее. То есть другие АЗХ были тоже задействованы комплексно? Абсолютно, да. Вся цепочка была задействована. Во-первых, для того, чтобы увеличить производительность, опять же, мы к этому идем. Во-вторых, поставить оборудование, которое экологично. Вот. И как факт мы имеем снижение выбросов 4-5 раз в атмосферу всего, что возможного. Очень существенные показатели. Очень существенные, да. Тем более, и изменились процессы по водообороту на предприятии, то есть и очистка и так далее. То есть многие процессы, конечно, модернизировались, и мы видим сейчас новые производства. Пусконаладочные работы на сегодняшний день идут. Первый меламин мы уже получили некоторое время назад, около месяца назад. Да, в тестовом режиме пока. Да, в тестовом режиме, да. Сейчас также идут пусконаладочные работы, чтобы выйти уже на нормальный промышленный режим выпуска. Я думаю, мы к концу августа, вероятнее всего, будем иметь, может быть, даже к середине, вот если будет сопережение сроков, мы будем иметь уже линию по промышленному производству меламина. Переезжаем чуть-чуть левее, если смотреть отсюда на федеральную трассу, Невиномысская Агресс, ОГК-5. Там тоже строительство газотурбинной установки. Что там? На какой стадии находится? Запущена, не запущена она? Ну, проект запущен. Да, проект потянул за собой не один миллиард рублей. Запущена новая газовая установка, газотурбинная установка, ПГУ, парогазовая установка, если правильно назвать, 410. 410 означает, что у нее более 400 мегаватт, она установлена мощность для выработки. Что это дало? Это дало, во-первых, резервную мощность хорошую, в случае, если нагрузка там должна быть такая, что она превысит возможности нашей генерирующей электростанции. Во-вторых, увеличилась КПД значительно от тех генераторов или установок, которые вырабатывают электроэнергии, которые были когда-то установлены. То есть на сегодняшний день это установка, которая позволяет увеличить КПД и снизить себестоимость электроэнергии, которая поставляется. Проект очень мощный, там созданы и дополнительные места, и произошла замена целой системы по отслеживанию работы за генератором. Это и КИП, контрольно-измерительные приборы и сам подход к измерению и управлению всем процессом. Я думаю, это очень мощный проект, он уже стрельнул, у нас идет обновление самих генерирующих устройств, что снижает в целом износ по предприятию. Еще одно крупное предприятие, это Орнест. Как там сейчас будут дела? Что планируется, что нового? Какие изменения будут? Модернизация возможна? Да, это одно из крупных и наиболее прогрессивных предприятий в Ставропольском крае. Это открытое акционерное общество Орнест, которое занимается выпуском продукции аэрозольного направления. Предприятие развивается нормальными темпами, больше тысячи человек работающих на предприятии. Объем продукции, если мы берем по прошлому году, то больше 200 миллионов штук, если штукой брать, больше 200 миллионов штук продукции. Если брать в раскладе по России, то в принципе все контрактное производство, ну я не говорю все прям контрактное производство, но большая часть контрактного производства иностранцев, которые заходят в Россию со своими брендами, да, Unilever, L'Oreal, Schwarzkopf и так далее, в принципе они приходят в Невиномыск, на Орнест, так как имеются современные технологии, так как есть определенные стандарты, есть лаборатория, есть подготовленный персонал, Ну и самый объем отгруженной продукции, он тоже говорит о том, что предприятие у нас второй год на уровне около 8 миллиардов рублей группа у нас работает. Это очень весомо для предприятия, у которого численность персонала там чуть больше тысячи человек. Предприятие обновляется, что интересно, руководители предприятия и самой группы, Орнест видят развитие в дальнейшем по снижению себестоимости своего продукта. Параллельно возникают новые проекты, допустим, производство на территории Ставропольского края пропеллентов, которые необходимы для завода. То есть на сегодняшний день идет проработка проекта с Роснефтью для того, чтобы использовать попутный газ, который добывается у нас в Нефтекумске, построить, поставить установку по очистке газа, получать пропелленты, которые необходимы для нашего предприятия. И дальнейший передел возможен диметиловый эфир, которого практически у нас в России нет. То есть это довольно-таки такой конкурентоспособный будет продукт, который можно использовать как и в парфюмерной отрасли, так и в качестве топлива, для экологически чистого топлива. Тоже очень интересное новое направление. Из интересных направлений тоже в химии, допустим, предприятие Общество ограничено на ответственность все новые технологии. Директор Караулов Евгений Иванович, генеральный директор. Предприятие занимается выпуском монтажных пен и довольно-таки успешно работает на российском рынке. И имеет такую значительную долю на российском рынке, отодвигая всех конкурентов. Предприятие занимается и своими разработками, вызывает новые продукты. То, что касается промышленной зоны, новых точек роста или новых территорий, о которых мы говорим, да, то мы об этом много говорили. Одна из них расположена в городе Янамыске. Это наш индустриальный парк. Насколько известно, он сейчас на самой высокой стадии реализации этого проекта по сравнению с остальными индустриальными парками в крае. Что сейчас там? В парке обстоят дела неплохо. Если брать вообще историю зарождения парков, то парки, наверное, одна из наиболее таких интересных форм для притягивания инвесторов. Можно назвать это территорией инвестиционных магнитов для инвесторов. Там референции, там льготы. Если мы берем, допустим, например, по Германии, в Германии создано больше 200 индустриальных и технологических парков, что дает рвок в развитии. Естественно, для этих предприятий определенные преференции. Мы о них не раз говорили, мы знаем. По парку общая планируемая площадь порядка 700 гектар. Первые 200 гектар уже были выделены, распределены. И на этой территории находится порядка 11 резидентов, кто заявились, кому отвели земельный участок. Они находятся в разной стадии. Около 5 резидентов парка уже в стадии реализации проектов. Два резидента, которые на 100% выполнили свои первые очереди. Это наш завод «Лесант». И второй – это Неменовский профиль. Что они производят? Профиль понятно. «Лесант» производит панели для утепления. Для производства сэндвич-панелей. Те, которые используются везде. Во всем строительстве, вплоть до небольшого малоэтажного строительства для жилья. Оно имеется в виду подофисы и так далее. То есть завод запустился. Созданы рабочие места. Больше 300 миллионов вложено денег. На сегодняшний день работает 50 человек. В ближайшее время до 100 человек численность будет увеличена. По Неновскому профилю понятно, что будет изготавливаться профиль. Для того же гипсокартона и так далее. Для монтажных. Южная строительная компания. Очень интересный проект. На первом этапе построен растворно-бетонный узел, который работает на весь парк для всех. И практически завершено комплекс по производству сэндвич-панелей. Это примерно те же самые панели. Отличаются они от панели «То, что производит Лесант», но также панели с наполнением пенополиуретана на основе плит из дерево-стружечной плиты. Также применяются для строительства. Быстро, легко и очень удобно. Из этого материала дома могут доходить до стоимости за квадратный метр до 14 тысяч. То есть очень удобно в применении. Есть ряд проектов, которые в стадии до 40%. Это «Ставсталь» – завод по производству металлических изделий. Это металлургическое производство. Технология современная, экологически не утяжеляющая, так как в качестве элементов для плавки металла используется не кокс, не уголь, а электричество. Но это вторая очередь. Первая очередь – это прокат. То, что сейчас и закладывается. В первую очередь выполнено порядка на 40%. То есть проведены земельные работы, установлены фундамент. Сейчас идет монтаж цехов. Закуплено оборудование. Часть уже пришла, часть идет. Ну и ряд других проектов, которые будут осуществлены на территории в первой очереди. Процесс запущен. Из практики зарубежной, если брать, то обычно процесс наполнения парка занимает в среднем около 5 лет. Мы идем четко в графике, даже чуть опережаем по нашим первым 200 гитарам. По второй очереди, по вторым 200 гитарам мы тоже уже имеем потенциальных резидентов. И там мы также будем запускать ряд производств, которые необходимы для края, для промышленности края. Это касается сборки автомобилей. Есть предварительная договоренность. У нас заведен Дервей с соседями, которые на сегодняшний день очень успешно работают. И у них на складе практически нет машин. Это контрактное производство сборки автомобилей. Мы хотим ее затянуть сюда. Ну и плюс к этому, конечно, ведем работу для того, чтобы затянуть и европейских автопроизводителей, для того, чтобы уже быть передовым индустриальным парком, для того, чтобы можно было производить и комплектующие для этих электромобилей. У нас все данные есть. У нас и завод Атлан, который может производить то же самое электрооборудование, разъемы, проводку. И прочее, то, что он сейчас делает для других предприятий. Это и Солнечнодорск, аналогичные предприятия. Это и будущая шлейфовая зона Буденовского Ставролена по переработке пластмассы. Ну, образно говоря, пластмассы. Там полиэтилен и полипропилен. Завод Буденовский планирует изготавливать полипропилен, который пойдет, в общем-то, и на бамперы, и на внутреннюю облицовку. То есть здесь идет очень хорошая кооперация у нас при затягивании этих заводов. То есть также мы затягиваем во вторую очередь завод по производству строительных панелей на основе наноструктурированного песка. Это немецкая разработка фирмы «Филка». Компания называется «Иновостройгрупп», которая уже проявила желание и получила одобрение для вхождения в наш парк. То есть это домостроительный комбинат для производства современного жилья, хоть многоэтажного, хоть малоэтажного, с очень хорошими параметрами, касающиеся устойчивости при землетрясении до 7-8 баллов. Сейсмичность. И плюс экологичность, конечно. И сейчас основная задача, конечно, правительства края и администрации города, и министерству ведомств – это наполнение парков резидентами, создание дополнительных рабочих мест, повышение, естественно, производительности труда, ну и вследствие повышения объемов отгруженной продукции и прибыли. Кроме преференции налоговых и прочих, которые приняты на законодательном уровне, какая поддержка оказывается правительством, резидентам этих индустриальных парков? Ну, резидентам парков, я считаю, оказывается вообще уникальная поддержка. Во-первых, есть одобрение первого лица – губернатора Старопольского края Зеренкова Валерия Георгиевича и председателя правительства края Тартышов Юрий Павлович. То есть первая задача, чтобы сам инвестор поверил, что ему можно прийти безопасно, власть его поддержит. Вот этот показатель самый первый – это встреча с первыми лицами, когда они говорят «да, входите, работайте, мы вам гарантируем, что вы будете работать в нормальном правовом поле, и будет оказана полноценная поддержка». Это уже 90% успеха. И вторая часть, конечно, это создание системы единого окна или лифта для того же самого инвестора, когда его определенная структура берет за руку и говорит, что «идите со мной, мы согласовываем документы, мы выделяем землю, мы вас подключаем, и после этого разрезаем ленточку, и вы работаете». То есть вот эти вещи, наверное, основные. Во-первых, инвестор морально понимает, что у него здесь есть поддержка. И вот большой пример для этого – первый пуск Лесанта, когда он сказал, говорит, «я не верил, что есть такие условия». Ему пришлось часть производства закрыть в Ромавире и перенести сюда, потому что здесь есть производство, поддержка правительства края. Считаю, что это очень важно для любого инвестора. Инфраструктуру создает край? Инфраструктуру? Значит, по инфраструктуре – хороший вопрос. Правительство края выходит с инициативой на федеральные органы и выделяется следствие на создание инфраструктуры. Вот по первой очереди больше 450 миллионов рублей уже выбили, и наши органы власти, кто непосредственно занимается строительством, проектированием, уже приступили к этим работам. Конечно, это канализация, вода, электрическая энергия. Здесь поддержка очень большая от края. То, что мы свои проекты выносим на федеральный уровень, плюс помогаем со своей стороны, ну и в части субсидий тоже со стороны Старопольского края. Ну и, наверное, последний вопрос, который касается индустриальных парков – это гарантийный фонд. Для тех, кто не знает, очень коротко, что это такое, и работает ли эта система поддержки? Существует такая система поддержки, и как гарантийный фонд, и как налоговый кредит, и как залоговый фонд. По гарантийному фонду, да, существует на Старопольском крае гарантийный фонд для предприятий не только промышленного плана. Если предприятие имеет хороший бизнес-план и хочет взять кредит на развитие своего дела дальше, и нет у него определенного залогового фонда перед банком, он может обратиться в наш гарантийный фонд поддержки, где группа экспертная рассмотрит его бизнес-план, бизнес-проект и берет на себя риски перед банком. Ну, за определенный, конечно, процент, то есть гарантирует ему перед банком по кредиту. Время нашего эфира подходит к концу. Коротко подведем итоги. Перспективы развития города Невиномыска. Какие дальше направления вы видите основными именно в промышленном производстве? Ну, в промышленном производстве я вижу в направлении развития Невиномыска, в котором прописаны у нас стратегии промышленности Ставропольского края, где мы желаем развивать наиболее конкурентоспособные виды производства. Это вот машиностроение, в частности, электрооборудование, оптическое оборудование, то, что наиболее развито. Здесь мы имеем конкурентные преимущества и поставляем продукцию за рубеж, конечно. Это продукты химии, но более высоких переделов. То есть необходимо, допустим, получение того же самого меламина, необходимо дальше его перерабатывать в конечный продукт. В смолы, потом в мебельную продукцию, там автомобильную, ну и так далее. Это, конечно, развитие вот этой территории нашей роста, чтобы туда приходили как наши отечественные инвесторы, так, конечно, иностранцы со своими технологиями, именно новыми технологиями, которые подтянут нас к такому конкурентоспособному уровню на мировом рынке. Я думаю, все это возможно. Очень большие перспективы развития, а именно города Невиномыска, потому что объем продукции, которая дает Невиномысск в край, это порядка 30%. То есть это, по сути, рабочий город, высокотехнологичный город, где есть и структуры образовательные, которые занимаются обучением у нас, и инженерных, и рабочих кадров. Это есть прослойка, допустим, собственных конструкторских бюро, небольших научных отделов, которые, в общем-то, формируют и выдают новые продукты на рынок, такие, как, например, у Арнеста, или у предприятий, которые не стоят на месте, постоянно какие-то модификации, новые продукты выдают, которые конкурентоспособны на сегодняшнем рынке. У Невиномыска большое будущее. Я думаю, лидерские позиции, которые на сегодняшний день есть, они будут только уплупняться, так как Невиномыск, развитие промышленности Невиномыска идет на шаг вперед в территории Ставропольского края. И у города очень хорошие конкурентные преимущества, как к притягиванию рабочей силы, так и по объему продукции на душу не только там работников, но и населения. Я думаю, это положительно скажется и на Невиномыске, и на социальной жизни также, за счет налоговосочислений, которые здесь будут присутствовать. Спасибо большое, что уделили время и ответили на наши вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин